Добрый вечер! Столичные подробности. Готова рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Хануни-Крамбальская. Большое открытие. Сегодняшний день стал счастливым для 200 семей во Фрунденском районе. В Каменной горке 3 торжественно отметили новоселье в первом жилом доме. Большинство получивших ключи – многодетные семьи. Инфраструктура в этом микрорайоне будет постепенно развиваться. Благоустроят дворовые площадки, проложат дороги, построят магазины и парковки. Третья Каменная горка – это последний этап реализации застройки вообще всей Каменной горки. Поэтому к инфраструктуре, такой как детские садики и школы, здесь приступим немного попозже. Мы построили четырехкомнатную квартиру и очень-очень довольны. Квартира большая, просторная. Сейчас будет детям где гулять, потому что мы проживали в общежитии. Ну а сейчас мы уже переедем в свою собственную квартиру. Какое послание для столичных водителей подготовили школьники? Что случилось с минскими остановками-двойниками? И как предлагает провести каникулы дворец детей и молодежи? Знает наш дежурный по городу Алина Змачинская. Правила дорожного движения в картинках столичные первоклассники разработали свое руководство к действию. Десятки красочных шедевров сегодня получили автомобилисты города. Рисованные письма от маленьких минчан водителям вручили старшие школьники. На ярких открытках дорожная грамота. Сейчас машин стало много и должны очень внимательно относиться к тому, что все-таки много школ, много детей должны быть более внимательными. То, что привлекается внимание таким образом, я думаю, это еще подстегнет каким-то образом водителей. За 9 месяцев более 500 ДТП. И это только в столице весомый процент с участием детей. Мы хотели данная акция показать, насколько детям так же небезразлично, когда гибнут, либо страдают их сверстники. И хотелось сделать акцент для водителей, что, может быть, когда дети указывают на это, это будет иметь больший вес. Эксклюзивный нейминг. В столице больше не будет остановок с одинаковым названием. Несколько школ, детских садов и магазинов, остановочные пункты с такими названиями исчезнут из обихода. Менчане также больше не увидят на информационных табло названия аббревиатуры и сокращения. Всего же в столице около 1300 наименованных улиц, проспектов и других составных частей города все они теперь будут носить оригинальное название. Каникулами для скуки дворец детей и молодежи подготовил для юных меньшан серьезную развлекательную программу. Выставки, конкурсы и соревнования пройдут здесь в дни осенних каникул. Состязаться будут учащиеся клуба авиамоделирования и стрелки из пневматической винтовки. Помиряются силами и бильярдисты. Каждый ребенок здесь найдет увлечение по вкусу. Дворец сегодня предлагает десятки кружков по интересам. Дворец детей и молодежи работает все дни недели. С 9 часов утра до 22 часов для молодежи ежедневно. И каждый день у нас очень много интересных мероприятий. Даже те ребята, которые не записаны в наших кружках, они могут прийти к нам со своими друзьями, поучаствовать в наших мероприятиях и может быть еще записаться в кружки и выбрать какое-то себе интересное занятие. Ваше видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.byu в разделе форум. Звоните по телефону гречей линии 1 600 700 и помните, нам важны подробности. Больше чем поддержка, льготный кредит на развитие производства по ставке 18% годовых могут получить субъекты малого и среднего бизнеса. Мингородсполком в этом направлении взаимодействует с 11 банками. Такую поддержку направят на реализацию инвестпроектов, создание и модернизацию производства, экспортоориентированной продукции и внедрение новых технологий. В этом году из 40 миллиардов всего лишь предоставлено в виде льготных кредитов 16 миллиардов. Поэтому приглашаем всех заинтересованных обращаться в банки, перечень которых можно найти на сайте Мингородсполкома или в управление предпринимательства за льготным кредитованием. Новое лицо столицы. Три объекта планируется открыть в ближайшее время в историческом центре Минска. В зданиях разместятся рестораны, кафе и другие объекты социального назначения. В следующем году вторая жизнь начнется еще у 18 сооружений. К чемпионату мира по хоккею строители и реставраторы закончат обновление тройского предместия верхнего города и прилегающих к нему территорий. К чемпионату мира у нас гостиница, интересная гостиница, это по улице Кирилла Мефодия 8, там гостиничный комплекс с инфраструктурой, плюс музей, музей карет, музей монастырского быта, музей пожарное депо. И мы планируем этот объект ввести в следующем году. Вот четыре звезды. Следующая гостиница, о которой я говорил, на Раковской 25-27, по улице Торговой. К зиме чистый город. В уборке столицы с начала октября участвовали более 300 тысяч минчан. Вместе с коммунальщиками они занимались благоустройством и озеленением улиц. За это время с городских территорий вывезли более 50 тысяч кубометров мусора. Порядок навели в подвалах и на чердаках. Кроме того, отремонтировали дороги, детские площадки и уличные скульптуры. Завершающим аккордом месячника 2 ноября станет традиционный объезд Минска руководством города. Время детства накануне школьных каникул мы узнали мнение минчан, чем стоит заняться ученикам в эти дни. Больше на улице гулять, не за компьютером сидеть. Можно в кино сходить. Может какие-то экскурсии, может, я так думаю, поездки куда-нибудь. Вот с родителями пусть общаются. Очень мало детей общаются с родителями, к сожалению. Очень много центров детских есть, куда можно пойти, где можно очень хорошо провести время. Конечно, должны заниматься спортом, активно участвовать в творческой деятельности. Прежде всего, они должны выспаться. Кто-то будет кружки посещать, кто-то будет помогать родителям, кто-то навестит своих дедушек и бабушек. То есть отдых должен быть активный, понимаете, и идти на пользу самому ребенку. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!